По новой прогулочной зоне с новой оздоровительной акцией под названием 2019 шагов к здоровью. Эти шаги участники сделали по сочинскому Теренкуру. Построен он был в 30-м году, а второе рождение получил в 2009-м, когда по просьбе главы города предприниматели отремонтировали и благоустроили дорожки. Теперь их продлили до Мацесты. Ранее протоптанные пешеходные тропы залили бетоном и сделали освещение. Первыми по обновленному участку Теренкура идут глава города и волонтеры серебряного возраста. Своим примером они показывают нам, что жить надо здорово, бодро, весело и интересно. Довольны люди старшего поколения, теперь им легче станет ходить на море. Глава города ставит еще одну задачу, чтобы и курортники активно пользовались тропой здоровья. Для этого врачи санаториев должны рекомендовать прогулки по Теренкуру с записью в санаторной курортной карте. Мне, как и многим другим моим коллегам, очень хотелось соединить все-таки морскую часть нашего Теренкура, с Мацестой. И желание было такое, что все-таки реализуем тот желаемый проект, когда больно-логическое лечение станет лечением номер один. Здесь задача вообще санаторно-курортного комплекса поменять свою ментальность. Сделать так, чтобы мотивация была к тому, что люди едут нам на лечение природой. Эти территории могли стать частными участками с коттеджами, но сочинские власти этого не допустили. Тропу здоровью восстановили и открыли для всех желающих. Здесь 470 метров тропы. Это твердые покрытия, бетонное основание, установлены урны, установлено уличное освещение, которого, естественно, здесь не было. Здесь была такая, знаете, народная тропа просто в кустах пробитая, и люди пробирались, мучились, не могли пройти. Теперь это благоустроенное место, безопасное, комфортное. Здесь удалены все аварийные деревья, которые были проверены совместно с управлением лесопаркового хозяйства. То есть сделано так, чтобы люди комфортно могли передвигаться. На мой взгляд, это очень хорошая идея была, соединить Мацесту с побережьем, потому что теперь можно пешком дойти от Мацеста и практически до центра города. К тому же есть возможность погулять с детьми, чтобы не уходить на проезжую часть, покататься на самокатах, на велосипедах. Вечерние прогулки с семьей. Как бы удобно на самокате кататься, на велосипеде. У нас раньше такой возможности не было, а теперь есть. Детям очень удобно. Меценатов, благодаря которым прогулочная зона стала больше, лично поблагодарил глава города Анатолий Пахомов. Теренкур в будущем дойдет и до нового сквера на Мацесте, который еще строится. Кстати, сквер станет десятом открытым за последние годы объектом для прогулок и отдыха. Сочинское благоустройство высоко оценил и корреспондент столичной газеты. Здесь вообще в последнее время произошли великие перемены. Восстановили набережную, прекрасно сделали. Здесь соединились с Теренкуром, который всегда тоже очень важно был. Теперь уже люди ходят здесь, бегают каждое утро вечером, поэтому все нормально. Ранее в Сочи были открыты парк на Макаренко, сквер на Бытхе, сквер фестивальный у парка Дендрарий, сквер дружбы в селе Голицыно, такие же зеленые уголки на КСМ, в Блиново, а также в поселке Лазаревское. Глава города поставил задачу, каждый микрорайон, в том числе отдаленные, должны иметь свои места отдыха, не менее красивые, благоустроенные, чем в центре. В этом году в Сочи должно появиться 20 новых общественных территорий. 4 основных в микрорайоне Мацеста, на улице Альпийской на Ареде, в Адлере, у школы номер 26, и в поселке Лазаревское на улице Тормахова. Их возводит по программе «Комфортная городская среда». Еще 16 скверов построят за счет инвесторов также во всех районах Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.